15-й юбилейный слёт молодёжи РЖД стартовал в подмосковном Ногинске. Все самые заметные его события на страницах нашего дневника. Итак, на календаре понедельник, 18 сентября. Темой этого дня слёта стал взгляд в прошлое, буквально ретроспектива. Железные дороги в России росли и развивались вместе со страной. Какую роль в этом развитии сыграли молодые энтузиасты, машинисты, путейцы, строители БАМа? Какой опыт передают они нынешним молодым железнодорожникам? Важные заявления. Люди, которые творили историю, успехи молодой команды и, конечно, незабываемая атмосфера этого дня слёта в нашей подборке. Каждый день слёта молодёжи посвящён определённой теме. Сегодня это ретроспектива. Участники обсудят историю создания РЖД и вклад железнодорожного транспорта в развитие страны. Об этом, в частности, пойдёт речь на открытом разговоре с первым министром путей сообщения Российской Федерации, первым президентом РЖД и советником Олега Белозёрова Геннадием Фадеевым. Зрители уже в зале, все в ожидании главного героя сегодняшнего мероприятия. Для Геннадия Матвеевича уже подготовили место в центре сцены. Открытый разговор сегодня называется «Выдающиеся железнодорожники. Люди и истории». Словно Геннадий Матвеевич – это очень важный футбол в железнодорожной отрасли. Я была на слёте в прошлом году очень напомнилась, если честно. То есть, это, как говорится, мастодонты, люди, которые вложили свой вклад в формирование истории железной дорог, очень интересно поздравляют и на новые подвиги, и на новые совершения. Такие встречи помогают молодёжи понять, как это было раньше, какие традиции были у Министерства путей сообщения в том поколении. Знать историю – это очень важно. Такие встречи молодому поколению железнодорожников дают уверенность в будущее, потому что без прошлого нет будущего. Сегодня много у нас выдающихся личностей в РЖД. Можно даже вспомнить Ольгу Степану Акнушинскую, первую женщину-железнодорожницу, которая всю свою трудовую жизнь проработала билетным кассиром. Это дань памяти Акнушинской, это дань уважения тем сильным женщинам, которые проложили всей прекрасной половине путь на железные дороги. История – это наша память, без истории нет продолжения будущего. История – это мы и наши дети. Встреча с Геннадием Матвеевичем продолжается, иногда его речь прерывается аплодисментами. Геннадий Матвеевич очень интересно рассказывает о жизни и об опыте работы в РЖД. И каждый раз он готов делиться этими историями со всеми слушателями. Я горжусь тем, что такие люди в таком возрасте, да, вас интересует сегодня все, буквально все. Вы ищете свой путь, свою дорогу. Вот сегодняшняя аудитория, я понимаю, это, по сути, значит, кандидаты на повышение в тех должностях, в которых вы работаете, как бы соответствующая ступенька должна подняться после таких приездов, общения и так далее. Это большое дело. Это трудно даже представить себе, вот, скажем, мое начало на железных дорогах и сегодняшнее. Но это жизнь. Это 15-й звезд молодежи российских железных дорог. Мы находимся в конгресс-коле. Здесь идет топ-шоу. Команда 2030. Ретроспектива. На сцене сейчас находятся участники звезд молодежи РЖД разных лет. Объединив, скажем так, две истории, это наша старая гвардия и молодое поколение, мы решили провести такой достаточно серьезный и содержательный формат, такую ретроспективу молодежной политики в формате известной телевизионной игры. Я думаю, сейчас прекрасно каждый поймет, о какой игре идет речь. Поиск идей. Зачем проводить системную работу в области молодежной политики? Поиск идей. Новых идей. Новых идей. Как ты изменил сразу ответ? Поиск новых идей. Поиск идей. Итак, команда 2030 дает вторую версию. Смотрим. Есть, абсолютно точно. Правила игры очень просты. Участники отсюда попросили ответить на вопросы его молодежной политики РЖД. Сейчас эти вопросы задают командам и их задача выбрать самые популярные. Это и заработать как можно больше баллов. Скажите, вы отвечали на вопрос про то, что вы сделаете в первую очередь, когда пройдете регистрацию на слете? Так, что вы ответили? Я ответила, что я в этом всем согласен. Что я здесь все принимаю классные мероприятия, участие. Они безумно рады. А когда команды не справляются, ответ помогает найти сама молодежь. Олег Русских написал стихотворение, которое называется «Стрекоза». Это о том, почему началась специальная военная операция. Я увидел во дворе стрекозу, дверь открыл и побежал босиком. Громыхнуло что-то точно в грозу, полетело все вокруг кувырком. Пеплом падала моя стрекоза, оседал наш дом горой кирпича. Мамы не было, а папа в слезах, что-то страшное в небо кричал. Зло плясали надо мной облака, мир горел, его никто не тушил. Кто-то в хаке меня нес на руках, кто-то в белом меня резал и шил. Я старался, как мог, сдерживал плач, но когда вдруг в наступившей тиши Неожиданно заплакала врач, понял, что уже не стану большим. Умирают мое лето во мне. Мне так страшно, что я криком кричу. Но кто в этом виноват, а кто нет, я не знаю, да и знать не хочу. Мне терпеть еще осталось немного, а когда на небе я окажусь, Я на всех на вас пожалуюсь Богу. Я там все ему про вас расскажу. Это не должно повториться никогда и нигде. Иностранные делегации традиционно участвуют в ежегодном слете молодежи РЖД. С пятого слета мы приглашаем зарубежных гостей И с удовольствием проводим для них программу секции. В этом году год юбилейный и много иностранных гостей приехали отметить эту дату вместе с нами на слете. У нас присутствует 10 делегаций из 10 стран. Среди них такие страны, как Казахстан, Беларусь, Армения, Абхазия, Монголия, Узбекистан, Киргизстан, Куба, Китай. Китай и первый раз в программе слета и в международной секции принимает участие делегация из Таджикистана. Приветствуем наших гостей из республики Таджикистан на международной секции слета. Иностранные коллеги – это полноценные участники 15-го юбилейного слета. Участвуют во всех активностях, программах. У них достаточно серьезная программа с железнодорожными объектами, с посещением различных рабочих встреч, презентаций. Есть форматы знакомства с московским регионом. И, конечно же, это церемония открытия и закрытия 15-го юбилейного слета молодежи. Ну что, очень приятно наблюдать, когда вот эти улицы подмосковного отеля наполнены вот такими замечательными людьми, замечательными ребятами. Вот в красной одежде. Откуда вы? Из Калининграда. Из Калининграда, да? Ну, как настроение? Вот они, красавцы. Подходим ко мне, рассказываем свои впечатления. Вот вижу, откуда вы. Так, Дмитрий Чурсин, откуда вы? Здравствуйте. Я из Оренбургской области, региональный центр связи. Вы впервые здесь? Да, впервые здесь. Ну как? Очень хорошо. Очень, скажем так, вдохновляющие люди проводят нам лекции. Каждый – это отдельная история. Каждый, скажем, в наших умах что-то переворачивает. Очень интересно, отлично. Да, настроение как? Настроение отличное. Идей будет много после такой встречи? Конечно. Ну что? Что-то новое в нас появится. Ну все, желаю воплощения всех идей. Так, а вот они идут, ребята. Ребята, как настроение? Все отлично. Ну-ка, бодрее, как могут железнодорожники еще бодрее. Привет всем, привет, вас покажут по телевизору. Давайте. Откуда, говорите, откуда вы? Привет, какая железная дорога. О-о-о, ребята, привет, как настроение? Отлично. Отлично. Петропавловск. О-о-о, вот это география. Урал. Урал, вот смотрите. Здорово, Геал. Это энергия, драйв, впечатления, эмоции. Просто искупалась в море энергии. Так что желаю им отличной работы и буду следить за тем, как они здесь проводят время. Пятнадцатый юбилейный слет молодежи РЖД только начинается. И все самое интересное впереди. Ничего не укроется от наших камер. Снимаем и показываем вам. Всегда оставайтесь молодыми. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин